Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Москвич 3. На видео автомобиль с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля белый, не металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 215 на 50. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в черный цвет. Автомобиль оснащен люком. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная из тканей и кожи. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с многофункциональным дисплеем посередине. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами со светодиодными ходовыми огнями. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 170 миллиметров. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Регулировка корректора фар. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и данные о давлении в шинах. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. На дисплей можно вывести информацию о давлении в шинах. Климат-контроль однозонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Кнопки переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка люка открывается вручную. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен очечник. В потолке предусмотрена кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании консоли предусмотрен USB-разъем и розетка на 12 вольт. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Снизу предусмотрены два USB-разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 520 литров. В оснащении багажника предусмотрена подсветка. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сидения необходимо нажать на кнопку. Задние сидения складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. При сложенных сидениях объем багажника составляет 1050 литров. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Москвич 3 с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо, с передним приводом и с механической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Москвич Автомир Озерное. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...